Ничто не стоит на месте, в том числе и избирательная система. Уже в этом году в Тверской области появятся первые цифровые избирательные участки. Какие преимущества дадут новые технологии? Значит ли это, что избирательный процесс кардинально изменится и до конца перейдет на цифру? Расскажем в сюжете далее. Цифровизация избирательного процесса – это неотъемлемая часть масштабных структурных изменений всего современного гражданского общества. И характер этих перемен уже сейчас можно охарактеризовать как исторический. Цифровой избирательный участок – это участок, оснащенный специальными техническими средствами с комиссией, наблюдателями и избирателями, пришедшими проголосовать. Его основной отличительный элемент – технологический электронный терминал для голосования. Данное устройство предъявляет человеку электронный бюллетень по тем выборам, где он обладает активным избирательным правом. Таким образом, голос каждого избирателя будет учитываться в том регионе, где находится его избирательный округ. Голосование без избирательного бюллетеня бумажного – это возможность проголосовать в любой точке нашей страны на любых выборах, и в том числе в перспективе даже на региональных выборах. Цифровые избирательные участки будут открыты для всех желающих проголосовать на выборах в 2020 году во всех российских регионах, включая и Тверскую область. Цифровизация избирательного процесса – это не будущее, это уже настоящее. Уже в 2020 году, несмотря на то, что в единый день голосования у нас не планируется крупных избирательных кампаний, уже на территории Тверской области мы увидим несколько цифровых избирательных участков. Ну и, конечно, само развитие и практически массовое внедрение цифровизации и цифровых избирательных участков – это 2021 год. Это на территории нашей области, помимо выборов депутатов Госдумы и выборов губернатора Тверской области и выборов депутатов законодательного собрания, в некоторых муниципалитетах еще и выборы в органы местного самоуправления. В 2021 году в России планируется организовать работу уже 5000 цифровых избирательных участков по всей стране. В нашем регионе их будет порядка 60. Однако наряду с ними для избирателей будут работать и обычные избирательные участки, на которых голосовать можно с помощью привычных всем бумажных избирательных бюллетеней.